Ну вы поняли, да, почему Эппалеты называются? Вот как бы косточки нашей ключицы, да, и отнимем мы пальцами вот так вот в стороны вот рисуем вот эти вот направляющие. Вот они, да? Вот правда? Похоже на Эппалеты. Посвятить тебя в старший офицерский чин, или генерала раньше их носили только, да? Вот, давай руки вернем обратно под голову, под голову, под голову можешь, или если удобно, можешь здесь просто их так вот свесить, да, нам сейчас важно просто шею, чтобы было расслаблено. Вот, далее просто по-быстрому заканчиваем это движение. Хотите, рисуете крылья ангела опять, хотите, ускоряетесь, не рисуете. Ну, закончив вот здесь, опять же, в нашу точку вернулись, да, разворачиваем кулачки в нее, то есть если до этого они все время были так или как-то вот так расположены, да, теперь прямо в нее и прямо в тело, вот туда, вот туда упираемся. Есть какие можно сделать движения? Ну, во-первых, упираясь сразу кулаками, прожимаем, продавливаем достаточно сильно вот эти вот мышцы, да, вот тут, позвонились поближе, уперлись, и руки превратились в шестеренки. У нас все косточки, вот эти, вот этот ряд, вот этот ряд, вот эта косточка работает, да, больше на разжатие, чем на сжатие, вот тут, да, то есть вот центра движения к периферии, сверху вниз стараемся, вот этот максимум здесь задать движение, в этих направлениях. Теперь, значит, сжимаем сразу пальчики, да, и у нас руки превратились в косточки, ну, в пальчики леопарда, да, и мы делаем шестеренки. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Почему четыре получилось? Потому что я условно сделал движение вот здесь, да, потом вот по центру, сначала по краю, да, где крепятся мышцы к ключице, потом по центру второе движение было, потом третье движение там, где вот они крепятся к шее, да, и четвертое движение там, где вот шея крепится к голове. Вот получилось у нас четыре движения шестеренки. Смотрите, еще раз, как бы я поддеваю мышцы снизу-вверх, так, да, тык, 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 она даже расскакивает. Вот, и получается четыре движения. Раз, два, три, вот тут четыре. Можно закончить тем, что мы уперлись вот этими косточками, да, и уже шею продавили опять вниз с вибрацией. С вибрацией вот прямо вот туда-туда, прямо как будто мы хотим в нее вот туда, вот прямо все туда внутрь засунуть, да. Далее запускаем эту вибрацию по вот нашим вот этим троцеперидным мышцам. Как мы это делаем? Делаем прищепку из пальчиков вот этих двух, да, вот сюда загоняем мышцы, да, и начинаем ее вот так вот трясти, эту мышцу. Показываю, да, вставили. И чтобы движение было лучше, да, продолжаем двигаться вот так, чтобы локтевая наша часть шла пирментикулярно, ну, как бы вдоль тела, прямо туда-внутрь. Другой рукой туда и обратно, другой рукой туда и обратно. Обоими руками туда и обратно. Застановились на черепе. То есть мышцы мы расценили, да? Расценили мышцы черепа. Вот как бы стараемся его, как бы, вытянуть, да, вытянуть. Тут очень часто бывает напряжение. Мы должны промять сосцевидные отростки здесь такие мышечные, да, вот мы должны вот себе промять. Если есть где-то проблемка, то это всегда сказывается потом на головных болях, на бессоннице, на какой-то невнимательности, память ухудшается, ну, и так далее. Поэтому мы их растягиваем еще больше, да, стараемся на себя, прям вот, всем корпусом. Подарюсь назад, чтобы их немножко оттянуть, да, вот так вот силы тяну, то есть туда запускаю энергию, а мышцы обратно на себя вытягиваю. Потом устанавливаю сюда плачки, как бы, вот таким, установим кулака, да, а большим пальцем упираюсь в плечо. Получается движение, как бы, вот, как бы, скобу так разжимаем, за счет силы пальца, да, и кулака, кулаки вниз, пальцы вверх. Смотрите, еще раз, поближе вот сверху, посмотрите, вот и уперся, да. Пальцы они тут не вмещаются практически, да, но я их стараюсь вместить и вот разжимаю. Видите, вытягиваю шею, движение называется тракция. Это движение на сантиметр шеи иногда увеличивается сразу. Вот, немножко болезненно, потому что тут точки болезненные, да. Обратно спускаюсь и вот эти вот точечки, которые от шишки черепа, вот от этой, да, идут до центра черепа. Тут сюда как раз очень удобно умещаются, смотрите, четыре пальчика с этой стороны и с этой стороны. Как будто бы анатомически так природа нас создала, чтобы нам всегда ложить пальцы сюда. И начинаем их прорабатывать, да, можно одновременно все промассировать, а можно техникой шиатсу. Вот, я люблю по очереди. С меденечками, ввинтился, вывинтился. Средними, безымянными пальцами, да, средними потом пальцами, указательными пальцами, вывинтился и вывинтился. И потом вот самый центр, где входит позвоночник, вот туда, в череп, да. Зацепились, как бы, крючком таким, крючком, раз за него, раз, на себя чуть-чуть надавили и такой вибрации. Вибрируйте, если хотите, вы сами можете при этом потанцовывать. Если вы ставлю музычку, то вам приятно такую танцуют, вам не сгибут, там всякие могут делать, но расслабляюсь. Вот, пациент же все равно не будет, да. Еще раз промассировать, переходим на волосяную часть головы. Значит, опять же, растрясли, да, всякие вот вибрации хорошо, всякие там зажимы за волосы, так вот потрясти, да, кровообращение сразу увеличивая, да. Легкие, плавные такие движения, массирующие движения. Ну, в принципе, это вот все вы знаете, тут даже как бы останавливаться на этом нет смысла подробностей, кто во что гораст. Но, на чем мы остановимся? Вот тут за ухом идут точки. Акупунктурные. А нет, тут вообще их много. Начинается, вот, например, там, где мочка уха соприкасается, ну, вот, начинают расти, да, и где верхняя часть уха начинает расти, вот тут точки, да, и вдоль задней поверхности уха, они вот так вот идут. Мы их все проходим, все прожимаем, далее есть точки от висков, они идут, вот, да, от бровей глаза, вот буквально, да, вот, через виски мы их проходим двумя руками, вот такими вибрациями, вибрациями. Разворачиваем руку и уходим вибрациями вот туда, в подключичную зону. Это что мы делаем? Ну, во-первых, акупунктура, да, а во-вторых, мы вводим всю лимфу, вот, которая от лица идет, ну, конечно, это надо массаж лица делать, ну, в данном случае, хотя бы мы с задней, с затылочной части головы это сделаем, да. Еще раз, на себя так и подняли, и лимфу это вот туда запустили. С ушей ее так же вот можно запустить, спереди ушных раковин это вот так вот взять и туда вот запустить. Вот туда, прямо, вот сюда, вот спереди старались, как можно блин, вот подключиться, вот сюда, да, прямо вот туда это все запускаем. Расслабили всю головушку нашу, расслабили, расслабили, и к завершению близится наша процедура, да. Вот, чтобы перейти на шею, я предлагаю начать вот эти позвоночники, да, ну, вот опять же, точки, да, что мы говорим про точки, вдоль всего позвоночника, они вот так вот идут. Вот, примерно, получается, на расстоянии где-то вот через 2 см, через 3 см друг от друга, да, и они идут и по черепу, до, вплоть до, вот этой линии волос на лбу. Поэтому мы их прожимаем, примерно вот, ось черепа, да, от него откладываем по толщине пальца с двух сторон, и вот так вот, по этим двум линиям, идут точки с расстоянием так же 2 см, примерно, друг от друга. Берем с этой стороны, и массируем достаточно сильно. Вот, таким образом мы массируем продолжение позвоночника. Многие меня спрашивают, а чего ты мне голову массируешь, когда я просил только спину сделать? А потому что вот здесь идут, идет продолжение спины, это те же, во-первых, энергетические каналы, да, во-вторых, эти точки реально расслабляют мышцы вот эти вот, которые здесь напряжены. Здесь же, как я помню, я вам говорил, что все мышцы заканчиваются сухожилиями, и также и шейные мышцы заканчиваются сухожилиями. А сухожилия куда идут под черепом? Они идут вокруг всего черепа, такой белковый сухожильный шлем получается, да, и от того, что здесь мышцы закрепощены, этот шлем очень сильно сдавливает весь череп, не дает ему дышать, как бы черепное такое дыхание есть. И, ну, если бы подробней, то мозг же, он не плавает, не находится в сухом месте, там, и не как камушек болтается, он находится в жидкости. Это жидкость от самого копчика вдоль всего позвоночного столба, в ней купаются все нервы позвоночника и столб позвоночника, ой, мозг позвоночника и мозг черепной. В такой специальной сакральной жидкости, краниарная сакральная жидкость. И она вот пульсирует туда и обратно, ну, буквально с частотой два раза, три раза, может быть, в минуту, да, приливы, отливы такие. И этих вот приливов отливов, вы только представьте, достаточно в черепном мозге, буквально на какие-то доли микронов, раздулись, сдулись, да, чтобы нормализовать внутричерепное давление. Если шлем вот этот с мускулистный, сухожильный его сдавливает, ну, как он нормализует, он не дает этой жидкости работать. Поэтому начинаются головные боли, метеозависимости, мигрени всевозможные, проблемки всевозможные. А мы, массажисты, их решаем. Пусть к нам люди приходят со своими заставившимися проблемами, а мы их решаем. Вот нажимаем эти точки. Мне прям люди говорят, клиенты, да, что ой, вот тут отпустило, вот тут. А иногда даже говорят, вот тут я какие-то точки нажимаю, отпустил, бывает под лопаткой, да, или где-то вот в ягодице отпустило. То есть вот волшебство наших рук, волшебство нашего организма, когда вроде в одном месте мы нажмем, а эффект совершенно неожиданно. Под коленкой бывает стреляет. То есть я вот нажимаю точку вот здесь, да, я под черепом. Человек говорит, говорит, а у меня жгет под коленкой. Представляете? Иннервация идет вот так вот, отсюда сюда. Причем, что интересно, она пересекает тело по диагонали. То есть если я жму с этой стороны, то реакция будет с другой. Справа налево передается, слева направо. Но все вот так вот в организме перепутано. И поэтому вот мы опять берем вот эту перепутанность и ведем вдоль всего позвоночника, да. Стараясь его пальпировать, акупунктировать с обоих сторон, да. Любовно. Так вот с большой любовью каждый позвоночек, каждый систоотросточек проходим. Если есть где-то проблемку, да, можно ее прожать вот так, вот так, вот в эту сторону. В любую сторону, в противоположную сторону, да. Вот где видите, где-то сильнее, например, да. Продавливаем еще раз. И медленно, не торопясь, вот спускаемся. Это на завершающий этап. Если мы до этого гнали всю кровь и все нечистоты в голову, да, то теперь мы идем от головы. Лёбрышки наши опять прошлись. Спустились и сбросили негатив. И можно так вот завершающих несколько-два-тысяча раз сделать, да. Как бы мы всю энергетику теперь опускаем вниз. И человек в самосаже должен утихомириться, успокоиться, отдохнуть, релакснуть. Ну и там все термины и эпитеты на эту тему можете вспомнить. Опять видите, я себя растягиваю и позвоночник по центру растягиваю. Опять обнимаю, снимаю весь негатив. И сбрасываю его. На этом, в принципе, можно сеанс закончить. И сказать, вуаля, вы готовы, получили удовольствие. Немножко полежите, отдохните. После массажа не удается 5-10 минут полежать. Если у меня будет тепленьким, вы его кройте. Есть специальные подзеяла такие, согревающие, да. И немножко так вот можно в завершение вкачать человека. Дать ему свое доверительное такое отношение, любовь, да. И как бы вот мы завершаем процедуру. Все. Спасибо. Благодарю вас. До новых встреч, когда мы будем изучать новые части тела.